Всем привет, на связи МК, меня зовут Михаил Крошин и сегодня у меня для вас топовый контент. 5 лет назад никто и представить себе не мог, что Core i7-6700K эволюционирует вот в это. У меня в руках топовый Core i9-10900K, мне кажется у Intel скоро закончатся цифры. Старый добрый Skylake с 10 ядрами, частотой до 5,3 ГГц и тепловыделением аж до 250 Вт. Это все те же 14 нанометров, та же микроархитектура, только плюсиков стало немножечко больше. Но не стоит забывать, что нанометры бывают тоже разные и об этом я рассказывал в нашем видео 7 мифов о современных процессорах Intel и AMD. Но вернемся к горячему. Десятое поколение стало самым критикуемым, как и у нас в сообществе, так и вообще на тематических IT-ресурсах и на ютубе. Все говорили, что он горячий, все говорили, что это тот же самый Skylake, Intel пытается заработать денег, а кому сейчас легко? Но пиздеть не мешки ворочать, поэтому давайте разберемся. Во-первых, Skylake действительно получилась достаточно удачной микроархитектурой. Она уже почти пять лет создает хорошую конкуренцию даже свежим процессорам от красных, и к тому же Intel смогла в два с половиной раза за пять лет нарастить количество ядер, производительность и только Intel смогла пересечь отметку в 5 ГГц по всем ядрам, а мы знаем, что высокая частота все-таки для игр более важнее, чем многопоточность. Но это не точно. В этом поколении Intel решила не совершать прошлых ошибок. Дело в том, что и Skylake, и Kaby Lake 6 и 7-ое поколение выпускалось на сокете 1151. Позже появились и Coffee Lake, и Coffee Lake Refresh восьмиядерные, и Intel просто изменила распиновку, немного ее подкорректировала и назвала это 1151v2. И естественно, новые процессоры не поддерживались старыми материнскими платами. Ну а что, жить-то как-то надо. Но конечно же появились так называемые PIN-моды, которые позволяли старые материнские платы использовать с новыми процессорами, вплоть до Core i9-9900K, который нормальным образом работал на старых материнках. Пацаны вообще, ребята! В этом же поколении они поработали на славу. Они изменили сокет, и теперь вы старые процессоры не вставите в новые материнские платы, а новые процессоры, соответственно, не вставите в старые. Поэтому, чтобы пользоваться вот этим процессором, либо каким-то другим процессором с 10-го поколения, вам нужна новая материнская плата. Ничего личного, просто бизнес! В этом видео мы посмотрим, что компания Intel смогла выжить из своего старого пятилетнего Skylake, добавив своему топовому Core i9-9900K еще два ядра, а на младшей модели завезя гипертрейдинг, либо гиперпоточность. Как я сказал ранее, у нас новый сокет, это LGA 1200. И моя материнка на Core i7-9700K здесь не подойдет. Поэтому компания Asus прислала мне свою материнку, да еще какую. Когда курьер передавал мне коробку, я сначала подумал, что мать спиздили, а внутрь положили кирпичи, настолько она была тяжелая. Но все не так, внутри действительно оказалась материнка, и это самый топ в иерархии материнок на Z490 у компании Asus. Поэтому давайте посмотрим, что у них там наверху. Это Asus ROG Extreme Maximus 12. Самая топовая мать, стоимость которой 1063 бакса. Вы понимаете? 70 тысяч рублей. Чего, блядь? У меня компьютер половину стоит от этой материнки. Давайте посмотрим, что нам может предложить компания Asus за 70 кусков. И все такие сразу же, стопе, стопе, стопе. 70 кусков, вы че? Не, ну, ребят, люди и айфоны 11 покупают. Я тоже его купил для своей жены. И тут вопрос в чем? Чтобы понимать и вообще ориентироваться, нужно потрогать и самый топ, да, за 70 кусочков. Я ее держать даже боюсь. На самом деле там материнки нету, потому что я бы не стал кидать материнку за 70 кусков. Но она все равно тяжелая. Эта коробка тяжелая. Потому что в ней дохренища кобелей, дохренища различных, там, Thunderbolt. Ну, в общем, я все это расскажу. Там очень богатая комплектация. Такая мать, она нужна, знаете, людям, либо, которые не считают деньги, и которым нужно реально самый топ, и им без разницы, сколько это стоит. Либо каким-то ребятам, энтузиастам, которые занимаются экстремальным разгоном, да, которые хотят получить от 10900К, там, 5,3 ГГц по всем 10 ядрам, да, там, какой-то бешеный, там, разгон на воде, или, там, еще на чем-то, там, на чем они разгоняют. В общем, эта мать, эта мать, она создана для узкого круга людей. Но мы посмотрим, что нам предлагает производитель за 70 кусков, и поймем, что матери, там, подешевле имеют, и что имеет мать за 70 кусков. В общем, давайте я коротко расскажу про эту материнку, и потом мы перейдем к тесту процессора. Кстати, я кидал эту материнку всего лишь два или три раза. Два или три? Четыре раза. Ну, не материнку, а от нее коробку. Надеюсь, она не помялась. Мне же потом возвращать. Для процессоров Core 10-го поколения, а ниже Comet Lake S, компания Intel выпустила новую линейку чипсетов, флагманом которого является Z490. Только он позволяет разгонять процессоры и ОЗУ, поэтому только платы на нем стоит брать с процессорами с индексом K. Кроме возможности разгона, новый чипсет получил улучшение в сетевых функциях. Так, теперь скорость Ethernet может достигать 2,5 Гбит в секунду. К тому же есть поддержка быстрого Wi-Fi 6. Ну и последний плюс чипсета – его тепловыделение. Оно составляет всего 6 Ватт. Поэтому он отлично себя чувствует под простым радиатором. Необходимости в воздушном охлаждении, как в случае с AMD X570, нет. Во всем другом он ничем не отличается от прошлого Z390. Разумеется, на Z490 будет базироваться не один десяток плат. Начиная от самых дешевых с простенькими подсистемами питания и минимальным набором слотов и заканчивая монструозными топами, такими как Asus Z490 Maximus 12 Extreme. За ее стоимость, которая составляет более 70 тысяч рублей, кто-то вполне может собрать себе неплохой игровой компьютер. Однако стоит понимать, что эта плата не рассчитана на массовый сегмент. Она идеально заточена под экстремальный разгон топовых CPU 10-го поколения и поставляется с богатым набором дополнительных устройств. Давайте взглянем, что у нас идет в комплекте. Тут у нас флешка с драйверами, антенна для предустановленного модуля Wi-Fi 6 и миниатюрный вентилятор, который может понадобиться только под экстремальный разгон топового процессора типа Core i9-10900K. И если вы делать этого не планируете, от этого Карлсона можно отказаться. Также в комплекте с платы идет хаб, который обычно встречается в дорогих корпусах. Это Fan Extension Card 2, который позволяет подключить 6-4 пин-вентиляторов, 3 RGB-ленты и 2 датчика температуры. Набор комплектных кабелей приятно удивляет. Тут целых 8 SATA-3 кабеля, часть из которых с Г-образным креплением, 3 датчика температуры, 2 кабеля DP-mini-DP, 2 переходника на различные RGB-ленты и в завершении кабели для подключения панели Fan Extension Card 2 и дискретного адаптера Thunderbolt. Как я уже говорил, у платы максимально возможная комплектация, вы не будете нуждаться в дополнительных проводах для подключения чего-либо. Но и это еще не все. В комплекте идет плата с поддержкой двух быстрых M.2 NVMe SSD, вставляемая в специальный DIMM-слот. То есть общее количество подключаемых к материнке твердотельных накопителей составляет аж 4 штуки. Ну и завершает действительно богатый набор PCI-Express плата, она же контроллер Thunderbolt 3, для работы которого потребуется полноценное питание 6 пин, как к некоторым видеокартам. К слову, отдельно за упрощенную версию такого адаптера Asus просит больше 6000 рублей. И вот теперь мы можем переходить к самой материнке. Первое, что бросается в глаза, она огромна и влезет далеко не в каждый системный блок. Интересно, влезет ли в мой? Шутка ли, большая часть десктопных плат имеет форматы ATX или Micro-ATX, а здесь аж E-ATX. И Asus не просто так решила сделать столь крупную материнку. Взгляните только на систему охлаждения, которая включает аж 4 больших радиатора, пронизанных теплотрубкой. Подсистема питания имеет полноценные 16 фаз, реализованные по схеме 14 плюс 2. Никаких удвоителей и прочих ухищрений, это честные 16 фаз, и забегая вперед, они абсолютно не лишние при разгоне горячего 10-ядерного Core i9. К тому же, для того, чтобы обуздать аппетиты этого камушка, Asus вывела на плату два 8-пиновых питания CPU. Да, вы не ослышались, такое же питание можно встретить на платах для процессоров high-end сегмента, которые играют в абсолютно другой лиге. Для лучшего понимания, через эти разъемы можно легко подать на плату свыше полукиловатта. Хватит для любого оверклокера. После размеров сразу же обращаешь внимание на вес платы. Частично за это отвечают массивные радиаторы, однако у платы есть кое-что, перенятое у видеокарт. Это бэкплейт. И нет, это не просто пластиковая декоративная нашлепка, это массивная металлическая пластина, которая играет роль не только у усилителя конструкции, но и части системы охлаждения. Переходим к торцевой панели ввода-вывода. И первое, что бросается в глаза, это две кнопочки. Одна из них позволяет сбросить настройки BIOS, что крайне удобно, когда перемудрил с разгоном и ПК больше не хочет загружаться. Раньше для этого приходилось лезть внутрь системника и перемыкать контакты, а теперь достаточно просто нажать на одну кнопочку. Удобно? Конечно. Но такая функция есть и в более дешевых платах. Вторая кнопка интереснее. Она позволяет прошить BIOS с флешки, причем вам даже не нужен процессор, просто подайте на плату питание. И это не единственные кнопки на плате. В верхнем правом углу есть еще одна, которая позволяет включить плату. Экстремальные оверклокеры редко собирают компьютеры целиком, обычно у них открытые стенды. И перемыкать отверткой контакты на плате для ее включения неудобно, поэтому Asus и сделала для этого отдельную кнопку. Еще одна кнопка расположена в левом углу, отвечает она за выбор микросхемы BIOS. Их у нас две, что позволяет настроить себе два профиля. Например, один для игр с максимальным разгоном процессора, а второй с частотой пониже для стабильной работы при длительных вычислениях. Кроме кнопок можно отметить более десятка различных USB и два сетевых порта. Первый это обычный для плат на Z490 чипсет и 2,5 гигабитный Intel Ethernet. Однако на платах для высокопроизводительных ПК и серверов уже больше года ставят 10 гигабитный Ethernet, и Asus решила его внедрить с помощью стороннего контроллера в свою десктопную плату. Правда, возникает вопрос, зачем он нужен? Ну разве что у вас есть домашний сервер? Перейдем к слотам. В случае с ОЗУ все ожидаемо. Это стандартные четыре разъема, максимум для текущих домашних Intel Core. В любом случае, плата поддерживает до 128 гигабайт ОЗУ, а ее частота может быть до 4800 МГц. Такого хватит даже требовательным пользователям. А вот по слотам PCI-Express все не очень хорошо. Два полноразмерных X16 и 1X4. Разумеется, есть поддержка как Nvidia Sly, так и AMD Crossfire. Но все еще хотелось бы видеть на такой большой плате еще парочку X1 слотов. Посудите сами, в полноразмерные слоты вставляются две RTX 2080 Ti, к примеру, в слот X4 адаптер Thunderbolt. И все, больше ничего вы не подключите. Что касается звуковых подсистем, то тут все стандартно и ничего не поменялось с предыдущего поколения. Плата имеет звуковой кодек Realtek S1220 с японскими конденсаторами, которые можно охарактеризовать как выше среднего. Для игры прослушивание музыки из потоковых сервисов даже с дорогими накладными наушниками проблем у вас не будет. Однако для Lossless лучше докупить отдельную аудиокарту. Еще одна особенность, которую хочется отметить, это аж 12 4-пиновых коннекторов для подключения вентиляторов и помп. Сложно даже придумать, зачем столько нужно, особенно если учесть наличие дополнительной платы с еще 6-ю 4-пин-коннекторами. Вы можете подключить три вентилятора на переднюю панель, три сверху, один сзади и два на кулер. И у вас еще останется почти десяток свободных коннекторов. Кроме всего этого, плата имеет множество датчиков для гибкой настройки, системы и определения ошибок. Во-первых, это светодиодный индикатор посткодов, который позволит вам определить, из-за чего не загружается ПК. Во-вторых, есть коннекторы для корректной работы с СЖО, отвечающие за температуру жидкости. Ну и под конец есть датчик потока. Разумеется, куда в современном мире без подсветки? Она тут, конечно же, есть. Подсвечивается как значок ROG над чипсетом, так и боковая грань. С учетом пяти коннекторов под дополнительные GB-ленты, можно легко заставить системы светиться как новогодняя елка. Кроме того, отдельно стоит отметить наличие на плате полноценного OLED-дисплея. Нет, поиграть на нем не получится, он всего 2 дюйма. Встроен в кожух и создан для мониторинга. На нем можно выводить посткоды, температуры, напряжения и многое другое. В общем, как вы, наверное, поняли, по железу плата нафарширована по максимуму. Однако, разумеется, всем этим добром еще нужно корректно управлять. За что отвечает удобный графический BIOS. Разумеется, с русским языком и возможностью управления мышью. Во-первых, в нем есть интеллектуальный разгон. Очень удобная фича, если вы не хотите часами прогонять стресс-тесты, чтобы добиться максимальной стабильности. Плата сама подберет оптимальные значения напряжения и частоты для вашего процессора. Да, разумеется, возможно, вручную вы выжмете из CPU еще лишнюю сотню МГц, но стоит ли это долгого и кропотливого подбора настроек? Я думаю, нет. Что касается самого BIOS, то он мало изменился с 300-й линейки, что вполне ожидаемо. Уже тогда в нем было огромное количество настроек. Тут и Easy Flash 3, которая позволит обновить BIOS через интернет, и проверка состояния накопителей Smart, и пользовательские профили, и удобная регулировка вентиляторов QFAN. В общем, с настройкой под себя тут можно пропасть на часы. А вот теперь перейдем к процессору. Если вы сейчас пьете горячий чаек с плюшками, приятного аппетита. Десятиядерный Core i9-10900K. В общем и целом он представляет собой восьмиядерный Core i9-9900K, которому приделали еще два ядра и пару мегабайт кэша, удлинив тем самым кольцевую шину и кристалл. Каких-либо архитектурных улучшений нет. По сути это все тот же Skylake на 14 нанометров. Однако Intel обещает нам ощутимое увеличение частот вплоть до 5,3 ГГц. Откуда же взялся такой прирост? Во-первых, была снижена толщина кристалла. С учетом того, что кремний, плохой проводник тепла, это действительно имеет смысл. Разумеется, при этом припой никуда не делся. А во-вторых, Intel оснастила свои новые процессоры двумя свежими разгоняльщиками. Это Turbo Boost Max 3 и Thermal Velocity Boost. Первая технология отбирает пару наиболее удачных ядер, позволяя им повышать частоты на 100 МГц выше относительно остальных. Вторая технология накидывает еще лишнюю сотню МГц, если температура процессора ниже 70 градусов. Ну и в-третьих, теперь можно рулить каждым ядром отдельно, например, включать или отключать у него гиперпоточность. Как итог, все это позволяет процессору гибче подстраиваться под нагрузку и тем самым удерживать более высокие частоты. Кроме увеличенных частот, процессоры Comet Lake S также поддерживают более быструю память DDR4-2933. На практике это важно только для плат без возможности разгона. В пару к решениям на Z-чипсете обычно берут высокочастотную память. И раз у нас топовая плата и процессор, то мы будем тестировать с комплектом ADATA XPG SpedStrix D60G из двух планок по 8 ГБ. Память может похвастаться металлическим радиатором и красивой RGB-подсветкой, которая совместима с Asus Aura. При этом она гарантированно может работать на частоте 3600 МГц с неплохими таймингами 14-15-15, однако при желании вы вполне можете разогнать ее и выше 4000 МГц. Все игры и бенчмарки установлены на SSD ADATA XPG SX8200 PRO объемом 512 ГБ. Накопитель стоит 6-8 тысяч и способен развивать скорость до 3 ГБ в секунду на чтение и запись с неплохим ресурсом в 320 ТБ. И как и любой быстрый SSD, он может нагреваться в работе, поэтому интегрированные на материнскую плату радиаторы точно не будут лишними. Перед тем, как перейти непосредственно к бенчмаркам, я уточню одну важную деталь. Разумеется, 10-ядерный высокочастотный процессор сложно назвать холодным и нетребовательным к питанию. Поэтому компания Intel теперь требует соблюдения Power Limit в 125 Вт, для этого CPU по умолчанию, дабы пользователь случайно не вывел из строя свою плату. Разумеется, на деле это очень больно бьет по частотам. Вы получите лишь около 4 ГГц вместо 4.9, если решите не снимать лимит энергопотребления. Всем привет, друзья! У меня сейчас тест, и я прямо онлайн записываю вам, чтобы вы посмотрели, что происходит. Вот смотрите, сейчас у нас температура уходит в сотку. И сейчас вы увидите, что произойдет жесткий троттлинг. Вот он, вот он, вот он происходит. Вот он начинает сбрасывать температуры, сбрасывать частоты. А все почему? У меня здесь сейчас жесткий беспорядок. Короче, записываю. Вот она водяночка, да? И не дай бог покупать 10900 с водянкой за 5000. У меня уже кулеры настроены на максимальную скорость. И это не помогает. Сейчас вот температура процессора, как видите, она сбросилась, 45. Ну, в общем, водянка за 5000 явно не подойдет для такого прожористого процессора. В общем, я буду тестировать процессор в стоке. И более того, даже в этом случае результаты бенчмарков оказались ниже ожидаемых. Причина тут в том, что моя водянка Cooler Master Master Liquid ML240L, рассчитанная в теории на 230 Вт, на деле, скорее всего, Вт на 150. Она просто не справляется с таким горячим камнем. Поэтому никаких 4,9 ГГц с учетом Velocity Boost в тестах бенчмарков у меня не было. Хуже всего с частотами было в Cinebench R20. Этот жесткий бенчмарк уронил частоту процессора до 4 ГГц. И в итоге мой результат около 6000 баллов на 15% ниже стокового для Core i9-10900K при достаточном охлаждении. Однако стоит понимать, что этот результат все еще очень высок. Для примера, мой восьмиядерный Core i7-9700K, работающий в стоке на частоте 4,6 ГГц, набрал лишь около 3500 баллов. Разница составляет внушительные 80%. Если сравнивать с решениями от AMD, то ближе всего по цене оказывается 12-ядерный Ryzen 9 3900X, который набирает около 7000 баллов. Это сравнимо со стоковым Core i9-10900K без троттлинга, так что новинку можно считать очень неплохим процессором для рабочих задач. В бенчмарке Corona 1.3 процессор греется уже меньше, и моя водянка почти справляется с аппетитами новинки. Реальная частота составляет уже 4,6 ГГц, что позволило i9-10900K отрендерить картинку чуть менее чем за полторы минуты. Много это или мало? Ну, к примеру, моему Core i7-9700K для этого потребовалось почти 3 минуты. Это в два раза больше времени. Результат стокового Ryzen 9 3900X совсем слегка лучше, на существенные 6-7 секунд. Ну и последний тест, который я провел, это встроенный бенчмарк в 7-zip. Алгоритмы распаковки архивов отлично параллелятся, так что 20-поточный Core i9-10900K оказался почти вдвое быстрее моего i7-9700K. С учетом того, что этот тест меньше напрягает процессор, тут новинка показала себя во всей красе и держалась на 4.8 ГГц. Более того, даже 12-ядерный и 24-поточный Ryzen 9 3900X остался позади, он отстал на 20%. Ну и на этом в синтетике мы закончим, ведь Intel позиционирует Core i9-10900K как лучший игровой процессор. Давайте посмотрим, что он покажет в играх. Так как у меня не завалялось парочки RTX 2080 Ti, будем тестить на моей RTX 2070, при этом стараясь добиваться того, чтобы не было упора в видеокарту, или настройки графики. С учетом того, что игры нагружают процессор гораздо слабее бенчмарков, водянка тут справляется, и частота процессора всегда держалась на уровне 4.8-4.9 ГГц, то есть использовался максимальный турбобуст в стоке. Для начала прогоним в Assassin's Creed Odyssey. Это очень требовательная к процессору игра, которая легко может загрузить работой все два десятка потоков. И при этом хорошо виден отрыв от старичка Core i7-9700K, у которого загрузка всех ядер нередко становилась близка к сотне. Поэтому превосходство i9-10900K, который едва грузился на треть, оказалось очевидным, он впереди на целых 25%. Правда, и разница в температурах тоже аж 20 градусов. 10900K на пике нагревался до 90 градусов. Теперь посмотрим, как себя будут вести игры, которые не очень хорошо юзают многоядерность, но при этом неплохо нагружают одно ядро. Как-никак, Intel обещает нам отличную одноядерную производительность, и это нужно проверить, например, в том же Far Cry 5. Разрешение 1280 на 800 и максимальной настройки графики. И тут хорошо виден упор в одно ядро. Увеличение частоты процессора на 300 МГц между стоковым i7-9700K и i9-10900K дало лишние 7 кадров в секунду. Немного, скажете вы, но это вполне ожидаемо для одноядерных игр. Все-таки Intel не меняла архитектуру процессоров, поэтому производительность на ядро напрямую зависит от частоты. Переходим к шестой цивилизации. Эта игра требовательна к процессору, особенно на последних стадиях развития, когда у противников десятки городов и сотни отрядов. И это хорошо видно в бенчмарке, где на i7-9700K можно рассчитывать на 100 FPS, а на Core i9-10900K уже на 120. Конечно, и тот и тот результат абсолютно играбелен, особенно для пошаговой стратегии. Но все же хорошо видно, что с процессорозависимыми играми новая CPU уже справляется лучше. А ведь еще пару-тройку лет назад играм хватало всего 4 ядра. Ну и завершаем тест в Shadow of the Tomb Raider. Эту игру можно назвать средней по нагрузке на CPU. Она обладает отличной оптимизацией и неплохо ведет себя даже на 4-ядерных решениях. Однако также положительно откликается и на рост числа ядер. Поэтому здесь превосходство новинки на Core i7-9700K не столь велико, около 10%. И на деле разницы при реальном геймплее вы, скорее всего, не заметите. Ну что, друзья, вы все видели. 10900K оказался достаточно горячим процессором. Вот здесь сейчас я выведу обобщенные игровые тесты из других ресурсов для полноты картины. В моем же случае моя СВО с ним не справилась. Система водяного охлаждения за 5000 тут явно не подходит. В свою очередь я могу сказать, что следующий процессор, это i5-10600K, будет намного холоднее, потому что это практически аналог 8700K, ну, либо 9700K по производительности. Поэтому в следующем тесте мы посмотрим на более дешевое материнское платье, естественно, спустимся, так сказать, с небес. И посмотрим, на что способен этот камушек. Потому что мне кажется, что вот i5 будет намного интереснее для большинства, в том числе и геймеров. В рабочих задачах 10900K показал себя на очень хорошем уровне, и я думаю, рекомендовать его только для геймеров не стоит. Потому что даже в рендере он, блин, меня поразил, он работает намного шустрее, понятное дело, 9700K, но и даст прикурить некоторым райзенам. Что касается игр, то да, действительно, это очень быстрый процессор для игр, если бы не одно, но его нагрев. В некоторых играх вы могли видеть, температура доходила до 90 градусов, что не очень хорошо и, конечно же, сказывается на производительности. И тут, конечно, нужна система помощнее, либо какой-то суперкулер, либо более дорогая водянка. А я с вами прощаюсь, друзья. Я буду очень рад, если вы оцените этот материал лайком или дизлайком. Напишите комментарий... Поехали дальше. Пять лет назад никто и представить себе не мог, что Core i7-6700K эволюционирует вот в это. У меня в руках Core i9-10900K. Напишите комментарии, что вы думаете насчет перегревов этих новых процессоров, что вы думаете насчет i5, который мы протестируем в следующем видео. И обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписались, нажмите на колокольчик. Ну, все как обычно. Ладно, до скорых встреч.